Обязательно оценить расстояние между кончиком носа и верхней губой. Это очень важный момент. Должны обратить внимание на ширину красной каймы верхней губы, то есть ширину вермиллиона, потому что это тоже будет влиять. И активность круговых мышц рта. Это те мышцы, которые соседствуют друг с другом. И коррекция носа может влиять на состояние вермиллиона и длину верхней губы. Опущенный кончик носа. Разбираем эту ситуацию. Кончик носа может опускаться в причину различных ситуаций. Это может быть возрастное опускание кончика носа естественным образом в результате силы тяжести. Это может быть морфология скелета. С этим сделать уже ничего не получится. Это только оперативное вмешательство может это исправить. И то не всегда. То есть когда имеется опущенный кончик носа с рождения. На картинке мы видим, что кончик носа опускается. И обращаем внимание на этот угол носогубный. Он должен быть 90-100 градусов, а не меньше. При опускании кончика носа этот угол становится меньше 90 градусов. И может проявлять гиперактивность мышц, опускающих перегородку носа. То есть мускульный депрессор септинази. И она может участвовать в улыбке в том числе. Влиять на формирование в том числе десневой улыбки. И горизонтальной борозды на верхней губе. И придавать даже такое злобное выражение лицу. Недовольное. Ворчливое такое выражение лица. Значит, целью ботулинотерапии опущенного кончика носа будет поднять этот кончик носа. И предотвратить участие кончика носа в разговоре, в улыбке и в жевании. Показаниями ботулинотерапии будут не все случаи опущенного кончика носа. Мы четко должны для себя это разграничить. Значит, если действительно мы понаблюдали в мимике, при мимике, при разговоре, при улыбке, что кончик носа принимает участие в разговоре или при улыбке, тогда есть показания для ботулинотерапии. Если же мы наблюдаем а динамичный кончик носа, который не принимает участие в разговоре, улыбке, в акте жевания, в таких ситуациях коррекция опущенного кончика носа с помощью ботулинотерапии будет неэффективна. В таких ситуациях применяется либо ринопластика, либо применение мягких наполнителей. То есть мы будем выбирать другие методы. И это принципиальный вопрос, который мы должны для себя в первую очередь решить. Будем мы проводить ботулинотерапию данному пациенту с опущенным кончиком носа или нет? Обязательно оцениваем длину верхней губы и носогубного угла. Мы понимаем, что работа с мускус депрессор септиназией – это достаточно болезненное место. Вот колумела – это очень болезненная процедура, поэтому по возможности надо как-то облегчить эту процедуру. И один из методов облегчения боли во время инъецирования – это предварительное замораживание этой области. То есть мы накладываем лед на область инъекций. Предварительно. И потом проводим инъекцию – боль будет меньше. Какие есть способы работы с мускус депрессор с опущенным? Потому что все-таки это основная мышца, которая тянет кончик носа вниз. Поэтому мы пытаемся ее расслабить. Есть подход такой. Елена Ушакова предлагает инъецировать мускус депрессор с опущенным двумя точками. С двух сторон. Как бы у основания колумелы с двух сторон. В две точки. При этом рекомендуется вводить 1-2 единицы по ботоксу и 4-6 единиц по диспорту в каждую точку. Более распространенной является методика введения препарата в одну точку. Вот как показано здесь. То есть когда мы вводим в основание колумелы по центру. Продолжение следует. Продолжение следует...